Ребята, всем привет! Сегодня хочу поделиться небольшой новостью, которая касается ОСАГО. Российский союз автостраховщиков, то есть РСА, с 21 сентября 2020 года запустил новый сервис, который позволяет проверять данные, которые были внесены в полис ОСАГО. Особенно это касается тех водителей, которые оформляют полисы через посредников, то есть через каких-то агентов, брокеров и так далее. В чем там может быть подвох? Дело в том, что при внесении данных, то есть получается вы брокеру или посреднику кому-то отдаете свои документы, при вас он что-то там заполняет на планшете или на ноутбуке, вводит данные, озвучивает вам стоимость полиса, вы оплачиваете и довольно уезжаете. Но бывают случаи, когда встречаются недобросовестные посредники, и что они делают? Они при внесении данных могут изменить, например, указать неправильный регион прописки, либо же занизить мощность двигателя, либо какие-то другие вещи, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО. Соответственно, по этим расчетам стоимость полиса ОСАГО выходит дешевле, а вам этот посредник озвучивает полную стоимость. Например, он вам говорит, 9 тысяч стоит полис. Получается, вы ему 9 тысяч платите, а он системы выносит, например, 6, или сколько там насчитала система по этим некорректным данным. Соответственно, эту разницу, 3 тысячи рублей он оставляет себе. И на этом он зарабатывает какое-то время, пока его не поймают. Так вот, этот сервис позволяет проверить, то есть можно на сайт ОСАГО зайти, по ссылке ввести номер полиса и проверить, какие же данные были введены. То есть мощность двигателя, ограниченная или неограниченная страховка и так далее. То есть вот эти все параметры, которые влияют на стоимость, можно самому сразу же при оформлении, даже после оформления проверить, что там внес этот посредник или что не внес. То есть таким образом, во-первых, можно проверить эти данные, которые были внесены при оформлении. И вторая возможность, которую дает этот сервис, это возможность проверки, действителен полис ОСАГО или нет. Это бывает полезно при ДТП. То есть когда вы попали в ДТП, чтобы вам узнать у второго участника ДТП, есть ли действующий полис ОСАГО, вы можете туда же вбить и проверить, на самом деле действует этот полис. Или он, может быть, где-то его купил, просто бумажку поддельную, недействующую. Вот такие дела. Насчет того, что там, какие данные меняются, я два года назад был на пресс-конференции в Москве, в Российском Союзе автостраховщиков, и они прямо приводили принтскрины. К примеру, там были такие случаи, что заявлена была машина на Toyota Land Cruiser, мощность двигателя при этом указана 38 лошадиных сил. То есть понятно, что это бред, не бывает таких двигателей Land Cruiser. Но ранее такой проверки на вшивость, скажем так, не было в системе этой. Соответственно, можно было вручную туда вбить неверные данные и искусственно занизить стоимость полиса. Естественно, при таких некорректных данных, по факту, этот полис будет считаться недействительным. То есть вы, во-первых, заплатите полную сумму за этот полис, то есть вы дадите заработать этому посреднику. Затем, при случае ДТП или где-то еще всплывет, что этот полис недействительный, недействительный, потому что данные в нем не сойдутся с реальностью. Соответственно, вы еще и без выплаты останетесь. Поэтому этот сервис должен быть полезен для автолюбителей. Вот такие вот дела. Все. Всем спасибо. Всем пока.